Уже при входе в досуговый центр подчеркивала торжественность момента, создавала особое приподнятое настроение гостям и приглашенным выступление Народного оркестра популярной джазовой музыки Дворца культуры КНАПО города Комсомольска-на-Амуре. Эту своего рода эстафету продолжило выступление дефиле группы барабанщиц церемониального отряда «Витязь» средней общеобразовательной школы номер 3 города Амурска. По звуке марша церемониальный отряд «Арсенал» общеобразовательной школы номер 2 города Амурска вносит в зал флаги Российской Федерации, Хабаровского края и Амурского муниципального района. В юбилейном торжественном собрании приняли участие губернатор Хабаровского края Вячеслав Иванович Порт, председатель Законодательной думы, секретарь Хабаровского регионального отделения Всероссийской партии «Единая Россия» Сергей Алексеевич Хохлов, глава Амурского муниципального района Иван Васильевич Масько, председатель собраний депутатов района Виктор Анатольевич Соколов, члены правительства края, руководители отраслевых министерств края и других органов исполнительной власти края, главы, председатели и депутаты собраний и советов депутатов муниципальных образований Хабаровского края и Амурского муниципального района, ветераны войны и труда, почетные граждане Амурского района, представители трудовых коллективов. С докладом, посвященным юбилею, выступил глава Амурского муниципального района Иван Васильевич Масько. Немногие сейчас подробно помнят события далекого 1963 года и те территориальные преобразования, когда указом президиуму Верховного Совета РСФСР и решением Хабаровского краисполкома был образован наш Амурский район с районным центром рабочего поселка Амурс. За этот период району многое пришлось пережить. Мы научились жить и работать в новых условиях. Выстроили и продолжаем развивать социально-экономические отношения в действующих реалиях в соответствии с программой социально-экономического развития района на 2011-2013 годы. Эта работа позволила нам стабилизировать ситуацию, а по большинству показателей добиться их роста. Номинально начисленная заработная плата в 2012 году выросла на 12% и составила 18 308 рублей. Реализация плана мероприятий по повышению занятости населения позволила создать 701 дополнительное рабочее место. В результате принятых мер по уровню регистрированной безработицы в районе в 2012 году сократился с 4 до 2,9%. Инвестиции в основной капитал предприятий и организаций района на протяжении последних двух лет составляли более 4 миллиардов рублей ежегодно. Со словами приветствия и поздравления к присутствующим на торжественном собрании, а в их лице ко всем жителям Амурского района обратился губернатор Хабаровского края Вячеслав Иванович Шпорт. Уважаемые товарищи, руководители, я вижу здесь бывших руководителей, которые работали в сложные времена в Амурском районе и в советские времена, и в переходные периоды. И хочу сказать, что был такой заложен сильнейший, мощнейший потенциал, когда строился город Амурск, когда был организован район, что даже сложные вещи, которые проходили во время перестройки, неправильные вещи, они не смогли разрушить того фундамента, который был заложен. За что большое спасибо руководителям здесь, я не всех знаю, к сожалению, может быть, но знаю Масько, но знаю Крысина Владимира Михайловича. Всем ветеранам за то, что вы стойко переносили те тяготы, сумели сохранить город, сохранить район, сохранить ту основу, на которой мы сегодня с вами строим уже, можно сказать, новую перестроечную жизнь. Сложные были времена, мы с вами знаем, и в оборонке, и что происходило с СГК, потом с Амурмашем. Сложное положение остается на заводе, выпил до сих пор, сегодня, пока. Но мы этим заводом занимаемся плотно и надеемся, что все равно мы его выведем, уже варианты есть. Работать надо и, как говорится, дорогу Василий Тетучий. Но, несмотря на эти вот вещи сложные, сегодня в городе Амурске построен современнейший гидрометаллургический комбинат по извлечению золота из упорных руд. Это единственное предприятие в России, которое использует эти технологии. Это уже пошла новая жизнь, новые предприятия. Сегодня создается центр глубокой переводки древесины. Современнейшие технологии используются, современнейшее оборудование, установлено на этих предприятиях, у которого нет аналогов в России, а вот в центре переработки древесины нет аналогов в мире. Еще у Вас первые применяются оборудования, которые из Японии доставлены. Я его смотрел, сегодня уже работает, и шпорт выпускает, и так дальше. И это будет развиваться. Под аплодисменты присутствующий губернатор Хабаровского края Вячеслав Иванович Шпорт зачитал и вручил приветственный адрес Ивану Васильевичу Масько, а также от имени правительства края ценный подарок. Своим распоряжением губернатор наградил почетными грамотами и благодарностями 8 работников предприятий и учреждений Амурского района. От имени и по поручению депутатов Законодательной думы Хабаровского края со словами приветствия и добрыми пожеланиями к жителям Амурского района обратился председатель думы Сергей Алексеевич Хохлов. Приятно, что на юбилей нашего самого молодого района Хабаровского края приехали коллеги, главы районов, председатели районных собраний соседней, я вижу, в зале город Хабаровск главный здесь присутствует, поздравляю. Вот это как раз нас всех и объединяет, и нас всех действительно делает оптимистами, людьми, которые на Дальнем Востоке делают замечательные, добрые дела. Амурский район сегодня самый молодой район, но 50 лет, конечно, мало, но если мы посмотрим историю поселений, которые здесь, а здесь 10 поселений в районе, Ачан 360 лет, Вознесенскому 160 лет, Амурску самому будет 55 на следующий год, Эльбаму, по-моему, чуть больше 70, да? Поэтому район, молодой район сложился на базе этих поселений замечательных, которые действительно богатая история, замечательные люди, вот эти замечательные люди, ту историю, которая была наработана поколениями, они ее не остановили, они ее не ухудшили, они ее продолжили. Район сегодня развивается. От имени депутатов Краевой Думы я бы искренне вас поздравил с днем рождения, дорогие бюляры, каждого жителя Амурского района, пожелать всех благ. От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края ее председатель Сергей Алексеевич Хохлов сочетал приветственный адрес и вручил его главе Амурского муниципального района. Постановлением Законодательной Думы почетной грамоты представительного органа краевой власти награждено 5 человек. На основании распоряжения главы Амурского муниципального района за многолетний и добросовестный труд, большой вклад в развитие района и в связи с юбилеем почетной грамотой было награждено 5 человек. Благодарностями главы Амурского муниципального района были отмечены еще 5 амурчан. В соответствии с распоряжением главы Амурского муниципального района за особые заслуги в развитии ветеранского движения патриотического воспитания молодежи и в честь 50-летнего юбилея дипломами и памятными знаками почетный ветеран Амурского муниципального района были награждены пять председателей первичных ветеранских организаций района. За высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд три человека были награждены почетной грамотой районного собрания депутатов, которые им вручил его председатель Виктор Анатольевич Соколов. Бурные аплодисменты прозвучали в зале, когда слово для поздравления было предоставлено бывшему первому секретарю Амурского горкома КПСС, а фактически руководителю района с 1968 по 1982 годы почетному гражданину города Амурска Владимиру Михайловичу Крысину. Участников торжественного собрания поздравили с юбилеем района представители молодого поколения амурчан, педагоги общеобразовательных школ и работники детских и дошкольных учреждений. Отрадно отметить, что все они родились и выросли в нашем районе, а после окончания учебных заведений в разных городах России вернулись работать в свой родной район. Здесь я родился и вырос, нашел свое семейное счастье, здесь я живу и работаю. Здесь мои корни, мои друзья, здесь живут мои родители, именно здесь я нашел свое призвание. С Амурским районом у нас связано много приятных и светлых воспоминаний. Беспечное детство, яркое событие и юность, окончание школы и беззаботное счастье и радость. Уезжая учиться, мы с особой теплотой хранили в сердцах теплые воспоминания о детстве и юности. И именно они нам всегда помогали и напоминали о том, что нет места краше, чем наш Амурский район. Все мы разные. Романтики и прагматики, грустные и веселые. После окончания учебы мы выбрали для себя одну общую профессию – учитель. Но самое главное, мы вернулись в наш Амурский район. С днем рождения, дорогой район! Процветай, любимый район! Пусть счастье придет в каждый твой дом! Пусть озарятся улыбками лица всех твоих жителей! А детский смех звенит повсюду! С днем рождения, пусти в район! Завершилось торжественное собрание в честь 50-летия образования Амурского муниципального района большим праздничным концертом, в котором приняли участие творческие коллективы нашего района и города Комсомольска-на-Амуре. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Подписывайтесь на мой канал и через обученные каналы «Субтитры 20 миниш»! Редактор субтитров, болит и Test-arin,